Привет! С вами я, Евгения Фандеркина. Вы смотрите программу «Айти не обойти» – программу о том, как технологии меняют окружающий мир. В этом выпуске. В Чебоксарах работает Центр обработки вызовов системы 112. Рассказываем, как он устроен. Работотехники начали обучать с детского сада. Посмотрим, что уже умеют малыши. Снова о госуслугах. Поговорим о том, как записаться в детский сад из любой точки мира. Система гражданской обороны России – 85. Все эти годы служба обеспечивала безопасность жителей страны и защищала нас при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. С годами она все больше совершенствуется. Личный состав осваивает современные технологии. Развитие гражданской обороны в России определено основами государственной политики России в области гражданской обороны на период до 2030 года. Праздничная дата – повод вспомнить, как в Чувашии работает система 112. Над системой 112 в республике начали работать в 2011 году. Уже через год, в 2012 прошли успешные испытания ее первой зоны. Сейчас сегмент системы работает в Чебоксарах, но пока еще в тестовом режиме. Принимают звонки по номеру 112 в Центре обработки вызовов. Информация оттуда должна направляться во все экстренные службы. Сейчас в Чувашии служба ЕДДС создана во всех 26 муниципалитетах. В будущем они будут работать как одна команда. Любые эти системы, они имеют переходный период. И никто не говорит от того, что даже если вы опытную эксплуатацию пройдете, и будет она в промышленной эксплуатации, то на этом мы должны забыть все на свете телефоны. Нет, мировая практика показывает, что лет 15-20 в развитых странах, в той же Финляндии, 15 лет переходили. Поэтому дублирование все равно будет идти. Просто все в большей и большей степени будут как-то разгружаться и все. Но это нормальное явление. Телефон единый, их достаточно много. Это на федеральном уровне определили 0102-0304 антитеррор. А на самом деле ДДС в службе много. Различных служб. И чтобы граждане не путались, и у каждого справочник свой не был на какие-то службы, они знают 1-11, телефон 112, а вы уже распределите это. Вы должны набираться опыта и анализировать. Некую системку выработать, количество звонков, наиболее часто звонящие по каким проблемам. Потому что вы же их передаете потом, эти звонки, вы же берете на контроль. Пока вызовы по номеру 112 принимают муниципальные ЕДДС. До конца декабря после испытательных работ они должны начать поступать в центр обработки вызовов. Здесь наши операторы будут принимать, обрабатывать эту информацию. И уже в зависимости от оказания помощи необходимой будут назначаться службы экстренного реагирования. Это пожарные, полиция, медицинская служба, служба газа и также служба антитеррора. То есть в зависимости от поступающей информации наш оператор будет ее классифицировать и направлять именно те службы, которые необходимы для получения помощи. На данный момент система будет работать только по городу Чебоксары. То есть все звонки, которые будут совершаться в пределах Чебоксарского административного округа, будут приниматься именно системой 112. Далее, где-то в период через месяц после опытной эксплуатации по городу Чебоксары будет также получаться разрешение Минкомсвязи России на использование номера уже по всей республике. После этого все звонки со всей территории республики будут приниматься, обрабатываться именно в нашем центре обработки вызовов системы 112. И в этом году мы должны выйти на эксплуатацию в 43 субъектах Российской Федерации. А дальше будем уже добивать оставшиеся субъекты. Экскурсию по центру обработки вызовов провели в рамках подготовки к всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Всего в стране система 112 работает в полную силу в 14 субъектах. Александр Чуприян оценил работу центра и ЕДДС в разговоре с главой республики Михаилом Игнатьевым. Мы посмотрели начало и сейчас Минкомсвязи вам выдалось номер 112 для опытной эксплуатации. Это этап, это хороший этап, безусловно. Все недостатки должны быть устранены и подтянуты уже к опытной эксплуатации. Система 112 входит в комплекс «Безопасный город». Он уже направлен на предупреждение и профилактику. Мы поговорили здесь и про построение безопасного города сейчас. Я встретился уже с силовиками, ФСБ, МВД, еще мне сейчас встреча была. Поэтому в целом производят неплохое впечатление. Мне осталось только вам пожелать хороших бюджетов на следующие и последующие годы. Идеальный вариант – это когда мы реагируем по факту, что происходит. Но лучший вариант идеального – это когда мы предупреждаем. Поэтому вот сейчас центр тяжести будет перемещаться на те мероприятия, которые дают им возможность все же быть чуть-чуть, наверное, дальневидней. «Безопасный город» уже зарекомендовал себя как средство контроля за обстановкой в регионе. Он стал еще одним инструментом для взаимодействия служб и органов власти. А так задачи органы власти понимают – эффективное взаимодействие организовано, встречаемся на разных площадках. Соответственно, когда нужно внимание оказать сотрудникам МЧС, как МЧС, в Чувашии всегда мы это делали, потому что работаем на общий результат. А когда есть на самом деле результаты нашей совместной деятельности по обеспечению безопасности, у людей появляется уверенность завтрашнего дня, что органы власти беде их один на один не оставляют. И не оставят. Вот это самое главное. В сфере робототехники революции происходят с завидной регулярностью. Роботы спасают людей, работают в экстремальных условиях, заменяют живое общение, исследуют планеты Солнечной системы и многое другое. От слуг до наставников роботы развиваются очень быстрыми темпами. И пока взрослые бьются над искусственным интеллектом для роботов, дети учатся с ними обращаться. Причем с детского сада. Малыши из детского сада номер 201 в Чебоксарах начали осваивать робототехнику. Есть первые успехи. Они сами могут собрать простые игрушки и запрограммировать их на какие-то действия. В целом в учебную программу ребят входит знакомство с простейшими автоматизированными системами, которыми можно управлять. Занятия построены так, что малыши после того, как освоят первую ступень, начнут учиться более сложным вещам. Дети собирают конструкции и приводят их в действие при помощи компьютера. Дети сейчас у нас собрали танцующих птичек на данный момент, а так мы уже переходим к модулю. Модуль называется «Звери». Открылся кружок совсем недавно, и можно сказать, что эти ребята будут его первыми выпускниками. Однако перед тем, как начать занятия, новое введение в детском саду протестировали. В августе месяце вместе с родителями мы проводили пробные занятия. Родители у нас вместе с детьми приходили, собирали конструктор, пробовали, как это все будет. Они заинтересовались бы. И с сентября месяца у нас открылся кружок робототехники. Заниматься малыши будут до выпускного из детского сада, а уже потом для них будут открыты двери кванториума. Получение госуслуг через интернет стало популярным. Зарегистрированный пользователь портала госуслуги в течение двух минут может подать заявку на получение паспорта, в том числе и заграничного, справки о суммах начисленных налогов, пошлины, штрафов. Здесь же можно оплатить штрафы и пошлины, зарегистрировать транспортное средство, получить и заменить водительское удостоверение, проверить свои пенсионные накопления и получить сведения о состоянии индивидуального счета. Кроме этого, дистанционно можно встать в очередь на получение места в детском саду для ребенка. Один из важных вопросов для молодой мамы – детский сад. Чем раньше ребенок будет туда зачислен, тем скорее она выйдет на работу. Многие встают на учет сразу после рождения малыша. Сделать это можно несколькими способами, в том числе и дистанционно. Для того, чтобы подать заявление на прием в детский сад, необходимо зайти на сайт Госуслуг и найти соответствующий раздел «В поиске» или «В популярных услугах». Здесь вы можете заполнить документ, внеся недостающую информацию, которой еще нет в вашем профиле, и прикрепить к нему электронные копии свидетельства о рождении ребенка с НИЛС «Справки о льготах». Мы пока еще маленькие, но уже думаем о том, как попасть в детский сад. Решили подать документы с помощью портала Госуслуг. Это удобнее и быстрее. А за очередью будем следить на сайте. На сайте можно выбрать несколько учреждений, в которые вам хотелось бы направить ребенка и год планируемого зачисления. После того, как документы будут отправлены, можно здесь же уточнить, какое место в очереди занимает ваш малыш. Сообщение об окончательном решении появится в качестве уведомления в личном кабинете в разделе «Мои заявки». Стоит отметить, что все заявления поступают напрямую в администрации муниципальных образований. Такой способ записи ребенка в детсад оценили уже многие – мамы и папы. В целом, электронными услугами в Чувашии пользуются почти 70% жителей. В этом году у всех россиян есть возможность пользоваться скидкой 30% на госпошлину, подавая документы с помощью портала Госуслуг. Для этого нужно сделать несколько простых шагов. Подать заявление на услугу через портал или с помощью мобильного приложения. Дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины в личном кабинете и оплатить его безналичным способом. К концу следующего года в России появится прототип «Национальные операционные системы». Предполагается, что первоочередной задачей системы будет управление процессами в интернете вещей, над созданием которого работают в России. Скорее всего, архитектура «Национальные операционные системы» будет построена на базе «Юникс». Стоит отметить, что создание национальной операционной системы в России предусмотрена государственной программой «Цифровая экономика». Однако, своя операционка – не единственное изменение в российском IT. Расскажем подробнее о том, что еще может появиться в России в ближайшее время, и о том, что уже есть сейчас. В России планируют создать свою криптовалюту. В свою очередь, биткоин не будет легализован. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиулина. По ее словам, валюта может быть основана на технологии блокчейна. Вот только она будет не частной, а национальной. Ну а если же биткоин будет в нашей стране легален, то его продажу ограничат. Обсуждаемая предельная сумма, на которую будет разрешена покупка криптовалюты, составляет от 100 до 600 тысяч рублей. В Рунете появилась презентация первого российского экзоскелета. Занимается разработками компании «Экзоатлет». Их разработка – это моторизированный каркас для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями нижних конечностей. Он одевается практически как костюм и помогает ходить по любой местности, преодолевая лестницы и другие препятствия. Как описывает компания, его использование можно сравнить с ездой на мотоцикле, хотя здесь человеку необходимы палочки в руках, а управление осуществляется кнопками на ногах. Пользоваться экзоскелетом можно и на улице, и дома. В основе управления экзоскелетом программа вроде «Автопилота». Недавно компания получила инвестиции в размере 2 миллионов долларов на развитие проекта. На российских дорогах могут появиться беспилотные авто. Инициативу обсуждает в Сколково. Планируется создать в стране спецзоны для движения такого транспорта, которые будут включать в себя и дороги общего пользования. При этом у беспилотников будет особый правовой статус. Сейчас в Сколково занимаются законодательной базой для новых технологий. И хотя отдельно в программе развития цифровой экономики о таких автомобилях не говорится, там будут урегулированы вопросы робототехники и искусственного интеллекта. В России представили свой голосовой помощник — Алису. Она идет по стопам уже известных Сири, Алекса и Картана. Разработали ее в Яндексе. По словам создателей, Алиса может понимать повседневную человеческую речь. То есть запросы не придется формулировать специально. Раньше всех с Алисой познакомился президент. Владимиру Путину представили разработку. Глава государства остался доволен. Ассистент способен обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывая контекст сказанного и даже импровизировать. В Яндексе Алису называют лучшей из голосовых помощников по распознаванию русской речи. Доступ к публичному Wi-Fi могут организовать с помощью портала Госуслуг. Такие рекомендации региональным и муниципальным сетям направила Минкомсвязи России. Сейчас регистрация происходит в основном по номеру мобильного. Абонент вводит свой номер, получает СМС с кодом подтверждения, вводит этот номер в специальном окне веб-интерфейса и дальше может пользоваться интернетом. Жители Чувашии научат защищать свои данные. С 18 по 24 октября в республике неделя защиты персональных данных. Особое внимание детям. Активными участниками акции станут школы, колледжи и вузы. Эксперты расскажут, как защитить себя в сети. Кстати, 30 октября по всей стране пройдет единый урок безопасности в интернете. В начале октября Россия отметила еще одну важную дату – начало космической эры. Здесь наша страна стала первопроходцем. 60 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Это событие вызвало небывалый подъем гордости за свою страну у советских граждан. Сотни радиолюбителей не только в СССР, но и по всему миру ловили позывные «ПС-1». «ПС-1» расшифровывается как «простейший спутник-1». Внешне он имел незамысловатый вид и представлял собой алюминиевую сферу диаметром 58 сантиметров, в которой были прикреплены крест-накрест две изогнутые антенны, позволяющие устройству равномерно и во всех направлениях распространять радиоизлучение. Внутри сферы располагались аккумуляторы, радиопередатчик, вентилятор, термостат, датчики давления и температуры. Услышать спутник могли все, у кого был радиоприемник. О запуске «ПС-1» писали крупные издания мира. Американцы признали, что это стало сильным ударом по престижу США. Спутники заметно изменили нашу жизнь. В частности, благодаря им появилась мобильная связь. Ею пользуются не только люди, но и компании. О том, как технологии меняют жизнь большого производства, в нашем сюжете. Новочебоксарск Новочебоксарск называют городом химиков не случайно. Своим появлением на карте страны город обязан крупнейшему химическому заводу России, градообразующему предприятию «Химпрому». Его строительство началось в 1960 году. За более чем полувековую историю здесь были освоены многие направления химического производства, призванные удовлетворить потребности населения и нужда народного хозяйства. Химкомбинат дал большой толчок развитию химической промышленности в Советском Союзе. Сегодня «Химпром» — это одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии. Его деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии. На заводе работает 3700 человек. «Химпром» выпускает более 150 наименований и марок продукции, востребованных как в России, так и за рубежом. Это хлороорганика, фосфороорганика, кремнияорганика, перекись водорода, поверхностно-активные вещества, а также реагенты для многих отраслей промышленности. Многие продукты и производства не имеют аналогов в России. Мы занимаемся и прикладными исследованиями, и фундаментальными исследованиями. У нас широкий спектр интересов. Одна из основных задач перед нами ставится — это повышение качества сервисов, увеличение количества услуг, предоставляемых пользователям, внедрение корпоративной информационной системы, цифровой связи, видеоконференц-связи. Я думаю, данные мероприятия выведут нашу компанию на совершенно новый качественный уровень, повысит конкурентоспособность на как российском, так и международном рынке. Базовую станцию на территории Химпрома устанавливали для улучшения качества связи в дополнение к уже существующей, которая находится за пределами завода. Сотрудники компании «Мегафона» тщательно выбирали место, ведь связь должна покрывать всю территорию завода, доставая до самых отдаленных его уголков. В итоге базовую станцию установили в действующем корпусе, вывели антенну на крышу так, что сеть «Мегафона» покрывает и территорию самого завода, и рядом стоящих предприятий и часть автодороги Новочебоксар-Скотлашево, ведущей к садоводческим товариществам. Параллельно с установкой базовой станции мы протянули резервный канал связи, который можно использовать для передачи больших объемов информации, как внутри предприятия, так и за его пределами. Первый этап подключения корпоративной сети сотрудников «Химпрома» уже реализуется. На сегодняшний день более трети сотрудников абонента «Мегафона», и часть из них подключили себе программу «Наши люди». Она дает возможность подключить к каждому номеру еще пять, например, членов своей семьи, и получить на них скидки на звонки до 30%. Это внесет значительную экономию и в семейный бюджет сотрудников «Химпрома». Свою жизнь в настоящее время нельзя представить без мобильного телефона. Тем более в наших условиях работы, когда нам приходит передвигаться с одного корпуса в другой, стационарная связь не везде имеется, поэтому нас всегда выручает мобильный телефон. Тем более мы все подключены в основном к корпоративной связи. Звонки между собой дешевле, то есть в корпоративной связи бесплатно. Также можно подключить клены своей семьи, и что выгодно. Кроме того, что сам по себе корпоративный тариф очень выгодный, в нем есть особенность. Пользователь может выбирать только те услуги, которые нужны именно ему. Можно настроить пользование услугами на домашний регион, на всю Россию и даже на зарубежье. С этими вопросами можно легко справиться в личном кабинете. А главное, всегда легко перейти с одного пакета на другое, чтобы экономить на телеком-услугах. Первый этап сотрудничества двух компаний в самом разгаре. Впереди новые проекты. На сегодня все. В следующем выпуске мы снова будем рассказывать о том, какие достижения науки и техники уже здесь и сейчас упрощают нашу жизнь, и как они работают. С вами была Евгения Фандеркина. Смотрите программу «Айти не обойти» на национальном телевидении Чуваши и на нашем канале в YouTube. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!